Привет, я Даша. Здравствуйте, я Риги. Сегодня мы поговорим, расскажем о книгах, которые почитали обе за май месяц, 14-го года. Сейчас же май? Май. Вот, ну, первое это... Последнее, пойдем или как? Давай, последнее. Это Дарья Донцова с очень забавным названием «Сбылась мечта бегемота». Главной героиней здесь Татьяна Сергеева. Такие девизы под девизом «Детектив на диете». Вот, все в лучшем стиле Дарья Донцова. Юмор, смешные бытовые ситуации, куда от них деться расследования. Ну и все заканчивается с надеждами найти Гриб, ее мужа, который тайно переплотивился в какую-то другую личность с тем, чтобы... Ну, вот работа такая, секреченная. Правилась мне идея хорошая такая. До последнего не догадывалась, в чем там фишка, что это такое. Я вообще-то во всем запуталась и вообще ничего не понимала. Да, интересно. Да, занимательно. Далее, чернильная трилогия Корнелии и Функе. Функе, прошу прощения, не знаю, как правильно удаление ставить. Так и называю книги. Соответственно, «Чернильное сердце», «Чернильная кровь» и «Чернильная смерть». Отдельно давай расскажем о первой книге. Я была очень сильно восхищена. Мне безумно понравилось. Обычно как-то с осторожностью отношусь к книгам, которые вот... Проставляют книги. Это связано с тем, что меня напугали паблики ВКонтакте, Которые постоянно заставляют... Вот их изображение, какие-то лозунги, позывы так и кричат. «Любите книги, потому что мы их любим!» Вот так вот позиция ставится. Конечно, слава богу, не все такие. Есть нормальный клуб, посвященный книгам. Я очень боялась, что эта книга, она будет вот такая, как «Люби книги», потому что я их люблю. Но нет. Более того, я честно предупреждаю, читая эту книгу, лучше в книжные магазины не заходить. Это чревато. Выйти вот с такими вот пакетами, загруженные до потолка. Чуть фишка. Что-то я куда-то ушла. Это этакий... В перемешку фильмы «Бесконечная история Джиманджи». От «Бесконечная история» там идеология, от «Джиманджи» сюжет. То есть человек умеет читать книги так, что персонажи попадают в наш мир. И можно сделать и наоборот, кстати. Можно по-своему попасть в книгу. И все так интересно, все так интригует. Я читала с нетерпением, действительно было интересно, что там будет дальше. Ну, во-первых, сама, так сказать, идея, о чем, о слове, так сказать, она нова для меня была. И я с удовольствием, потому что лишнее подтверждение, будем так вот в такой форме, достаточно интересной, о слове, так сказать, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Ну, и в Библии, в начале было слово и так далее. То есть заклинания различного рода, заговоры и прочее. Все это слово, слово это вот то, что в себе несет энергию. И вот как это вот подано, какую силу имеет не только само слово, как таковое напечатано, а именно произнесенное вот так. То есть когда его наполняет энергией, и это вот позволяет приноситься оттуда, туда, обратно. И вот эти все перепетии, приключения очень интересны тоже с удовольствием. Вот еще забыла подметить, там каждая глава начинается с какой-либо цитат из совершенно разных книг. И эти цитаты не служат таким анонсом к предстоящим событиям. И благодаря этой особенности в моих отделках появилось около десятка книг. И отдельно я хочу сказать о оставшихся двух частях трилогии. Это «Чернильная кровь» и «Чернильная смерть». Тут, наверное, стоит тем, кому нравятся эти книги, лучше перейти к следующей. Потому что я знаю неприятно, когда говорят о твоей любимице, что это помимо положительного чьего-то. Если кто не знает, это можно сделать следующим образом. Твой инфобар там перечень. «Книг с указанным временем». Просто кликаем на время рядом с нужной книгой и переходим. Вот. Собственно, меня очень пугают. Некоторые слова мне не нравятся. Это, может быть, если в первой части, например, вычитала. Или волшебный язык как-то. Я бы что-то другое придумала лучше. Но она суть отражает, по крайней мере. Ну да. Но можно как-то иначе отразить. Просто иначе нельзя живить. Это первое. Впервые с институтских времен я читала книгу не потому, что хотела, а потому, что надо было. Я читала, как раз я прочитала первую часть, то должно приложиться. И очень я не хотя читала, я читала через силу. Не для меня цвела сирень. Вот. Ну, не знаю. Лично мне так не показалось. И я с не меньшими. Это мои какие-то тараканы. Но я у каждого из своих. Мне не показалось так, по крайней мере, что две части хуже первые. Так сказать. Сюжет развивается. Зло, так сказать, наказывается. Все так движется к хэппи-энду. Так такому. Ну, нормальный язык тот же. Сюжет тот же. Герои те же. Только другие ситуации. Вот. Я хочу подметить язык гениальный слог у автора, кстати. Даже если бы она написала учебник по алгебре. Я терпеть не могу алгебру. Чтобы понятно было, да. Даже если бы она написала бы учебник для алгебры, то описано бы читалось очень легко. Вот. Ну, переходим к следующей книге. Это Диана Сеттерфилд. «Тринадцатая сказка». О-о-о-о-о-о. Это... Как там на мемах изображает Светлакова? Это ж гениально! Это вообще... Это просто фаворит не только месяца, но, наверное, и всей весны. И даже... Среди моих книг... У меня и года даже. Ну, год еще не пошел. Извините, конечно. Ну, двойня календарная. Ну, да. Если с начала года отсчитывать, то... Или с того мая. С того мая. О-о-о-о. Ну, и... Готическая такая немножечко книжечка. Она божественная. Она тоже любит книгам. Там... Проскальзывает очень ярко. Такая прям таинственная история. Почему-то мне показалось, что это похоже на «Тейстен Сад» и «Лизбет Фонсис Бернет». Вот вроде бы и не похожи они. А вроде и похожи. Чего прикидали? Ну, да. Как-то у меня аналогия прошла. Какой стиль. Какой слог. Какие идеи. Какая там... Интриивер. Просто аж трясешься. Я подниметила. Там даже какое-то состояние души у меня было при чтении такое таинственное. Что если человек, когда умирает, он... Это не просто... Да, это... Ни ринкорни вроде не улетает там какие-то... Что если часть души остается привязанная к могиле, и лишь иногда она может ненадолго отлучаться и навещать своих близких. Такая душа, она такая немножко вялая, мне кажется. Почти безразличная ко всем. В немало энергетики. В немало энергетики, да, спасибо. Но при этом присутствует какой-то интерес. И вот я во время прочтения чувствовала себя вот такой вот душой. Причем не просто вот абстрактно, да, а... Ну да, абстрактно. А вот душой человека, который там в книге, в 13 сказке по сюжету умер, и теперь он там блуждает тенью среди оставшихся живых, наблюдает, что там происходит. Да, совершенно неожиданная работа. Я же все думала... Это да, и совершенно неожиданная работа. Вообще, я вообще не... Да, я все боялась, а вдруг она умрет и не успеет. Чик, беспорядок. Я вообще... Я как... Я все передумала, я все перечислила. Мне в голову даже не могло прийти, что так все закончится. А как именно читать все? Ты что еще скажешь? Ну, мне и сказать-то нечего. Я говорю, что просто вот... На одном дыхании. И с таким удовольствием, с таким, какого я не испытывала, ну, очень давно. Совершенно уникальное, интересное, действительно бесцелье просто. Вообще, вообще, вообще у меня нет слов описать гениальность этой книги. Вообще. Пусть почитает и сам. Тут и Гомер бы растерялся. Ну, Гомер, ладно. Ну, гениальность же рассказчик чего. Вот. На этом все. До скорых книг. Пока-пока.